Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня говорим о землянике. Пожалуй, нет ни одного человека, кто бы не любил эту вкусную и ароматную ягоду. Да, тема сегодня наша очень приятная, потому что я тоже не знаю ни одного садового участка, где бы эта ягода не росла. Ее любят все, и взрослые, и дети. И ее называют клубникой чаще всего. Мы слышим это название. Но это крупноплодная садовая земляника. Называем клубникой. А по-правильному она звучит как земляника. И мы ее сегодня будем называть земляникой. Ягода действительно очень вкусная, ароматная, сочная, сладкая. Но помимо того, что она такая вкусная, она еще и очень-очень полезная. Мы, может, не задумываемся о ее полезности. Мы просто едим, потому что она нам нравится. Но она полезная, действительно. Она повышает наш иммунитет с вами. Она улучшает работу головного мозга. Замедляет процессы старения в организме. Здорово. Уменьшает количество холестерина в крови. Потом она содержит очень много ароматических веществ. Около 50 наименований различных. И когда вы ее едите, у вас повышается бодрость духа, поднимается настроение. Здорово. А какая женщина не делала маски из земляники? И земляника входит в состав многих кремов, лосьонов, молочка, питательных различных масок. То есть в косметической промышленности она очень широко используется. А вот недавно ученые установили, что земляника еще является мощным противораковым средством. Так что ешьте землянику, выращивайте ее. И лучше, конечно, для того, чтобы получить вот этот запас питательных веществ, витаминов, лучше ее есть в свежем виде. Хотя она прекрасно сохраняет свои вкусовые качества в забороженном виде. Мы готовим с нее варенье, компоты, различные джемы делаем. И еще хочу сказать, что она низкокалорийна. То есть она очень подходит людям, которые следят за своим весом или страдают лишним весом и следят за своей фигурой. Поэтому ешьте, она хоть и сладкая, но содержит мало сахаров. Поэтому показано диабетикам, которые не все ягоды могут есть, к сожалению. А вот землянику, пожалуйста, употребляйте. И, конечно, нам с вами хочется, чтобы период урожая, отдачи урожая у земляники был как можно дольше. Но, к сожалению, очень быстро отдала урожай и закончилась. Поэтому, если вы хотите продлить поступление ягод земляники на своем участке, сажайте разные сорта. Идете, покупаете саженцы земляники, растения, розеточки. Значит, спрашивайте, чтобы были сорта ранние, средние и поздние. И тогда вы сможете продлить этот период поступления ягод на своем участке где-то на 20-25 дней. Практически весь июнь и июль вы будете земляникой. Наталья Викторовна, сегодня хотелось бы более подробно поговорить об агротехнике этой культуры. Вы знаете, выращивать землянику совсем не сложно. Конечно, у нее есть определенные требования. Что-то она любит, что-то не любит. Любит она расти на грядках, освещенных солнцем. Ну, а какая ягода будет расти в мтене? Конечно, это естественное требование. Любит хорошие почвы. То есть, или чернозем, или суглинки, или супесчаные почвы. На глинистых почвах растений будет. На песчаных почвах тоже. И землю она любит заправленную и органическими, и минеральными удобрениями. То есть, грунт должен быть плодородным. Еще она имеет такую особенность. В отличие от других ягод, она не растет долго на одном месте. Мы с вами сажаем кусты смородины, жеймолости. Они растут у нас годами. Малина та же, по 10-15 лет на одном месте. У земляники этот номер не проходит. Она растет хорошо на одном месте. 3, но максимум 4 года. Первый и второй год она дает хороший урожай. Ягоды крупные, сладкие. Затем начинается такое заметное измельчение ягод. Они меняют свой вкус, становятся более кислыми. Из-за чего это происходит? Ну, такая у нее особенность. Потому что почва, на которой она растет, на грядке 3-4 года, почва тоже меняется. Меняется структура почвы. Выносятся питательные вещества. Как бы мы не удобряли эту грядку, пытались продлить рост земляники 10 лет на грядке, не получится. Накапливаются вредители, болезни. Поэтому прошло 3-4 года, меняем грядку, делаем новую грядку для нашей земляники. Вот это ее особенность. И сажаем мы земляник в основном весной. Это где-то с середины апреля до середины мая. Чтобы она хорошо укоренилась и образовала нормальную розетку, зацвела. Можно еще и сажать летом. Вот если сейчас уже урожай закончился, вы можете новую грядку закладывать. Но закладывать новую грядку нужно, я сказала, где-то в июле. Вот летом это значит июль, но максимум начало августа. Некоторые думают, что в сентябре посажу новую землянику. Тогда не рассчитывайте на следующий год на хороший урожай. Земляника должна быть высажена в середине лета. Она должна хорошо укорениться, образовать мощную нормальную розетку, которая перезимует нормально, потому что у нее будут хорошие корни. И на следующий год она завяжет вам нормальный цветение и будет нормальный урожай. Поздние посадки летние, они, как правило, на следующий год дают слабый урожай. Что еще хотелось сказать? Конечно, правильно сажать нужно землянику. Сажаем на грядке. Удобрили, подкормили, все сделали, вынесли удобрение. Сажаем с хорошими между рядами. Расстояние между рядами должно быть сантиметров 50-60, а между костиками где-то сантиметров 30. И когда сажаете маленькие розетки, старайтесь побольше посадить, потому что хочется почаще насажать, но вы не забывайте о том, что она разрастается. Разрастается очень сильно. Поэтому выдерживаем между рядами, чтобы растениям было куда формировать в дальнейшем. И вот такие требования. И посажать нужно правильно. Старайтесь новые растения, которые вы покупаете, с сеяниц земляники, не заглублять. Шейка должна быть на уровне почв. Если очень высоко посадили костик земляники, корни будут подсыхать, растение погибнет. А если вы наоборот, как можно глубже его посадили, вы корневую шейку углубляете в почву, и вот это сердечко, которое есть в землянике в центре, вы присыпаете землей, значит земляника ваша выпьет, сгниет, и растение дальше погибнет. И ничего хорошего не будет. Сажаем правильно, выбираем почву, выбираем место, покупаем розетки земляники и правильно сажаем. Как правильно ухаживать за земляникой, Наталья Викторовна? Ну, конечно, ухаживать нужно. Как за любым растением, земляника тоже любит уход. И в основном уход заключается в чем? В рыхлениях, прополках. Получается, что где-то за сезон нужно сделать 6-7 рыхлений, прополок. Но можно от этого уйти. Уйти таким агроприемом, как мульчирование. Земляника очень любит, когда грядку, где она растет, мульчирует. Вот свежескошенной травой, пожалуйста, косите газон, мульчируйте свою грядку. Это очень хороший прием, который помогает удержать влагу почвы. И ягоды у вас не лежат на земле, они не забиваются грязью после дождя, они сухие, чистые, значит, они меньше поражаются вредителям и болезнями. И этот прием даст вам возможность меньше полоть землянику, меньше рыхлить. И, конечно, поливы. Поливы обязательно нужны. Но мы с вами когда поливаем землянику? Когда она дает урожай? Вот с весны до отдачи урожая мы ухаживаем за ней. Отдала урожай земляника, и мы как бы благополучно о ней забываем, потому что забот наваливается очень много, у нас другие проблемы, у нас сбор урожая, а земляника себе растет потихонечку на грядке. Ну, есть дождевые осадки, хорошо, нет, ладно, и так пройдет. А землянику надо поливать даже после сбора урожая. И делать это регулярно, хотя бы раз в неделю. Потому что отдала она урожай, она начинает закладывать в цветочные почки следующего года. А с цветочных почек будет урожай на следующий год. Поэтому поливайте землянику даже после того, когда она отдала вам урожай, хотя бы где-то до середины августа, до конца августа. Тогда на следующий год вы будете с урожаем. И некоторые дачники практикуют такой способ, чтобы продлить плодоношение. Вернее, даже не плодоношение, а рост земляники на одном месте не 3-4 года, а дольше держать землянику на грядке. Они после сбора урожая берут и острым ножом или секатором обрезают растения практически до поверхности почвы. Как бы убираем листья, все убираем. И потом земляника отрастает. Она омолаживается. У нее появляются новые хорошие листья, без болезней, без вредителей. И этот прием, он помогает, потому что мы ее как бы омолодили, он помогает землянике и 5 лет расти, и 6 лет расти на одном месте. Но, еще раз повторю, делать это нужно. Обрезание кустов земляники сразу после отдачи урожая. Ни в августе, ни в сентябре. Это только навредит землянике. Если вы в сентябре месяце надумались резать ее и надеетесь, что она даст новые побеги, омолодиться, это уже поздно. Тогда очень страдает корневая система. Она все силы отдает на рост розетки, на рост листьев, а уходит в зиму неподготовленные. Тратит запас питательных веществ не для того, чтобы перезимовать, а на рост вегетативной массы. Поэтому делать это нужно вовремя. И еще хочу посоветовать. Если у вас много листвы на кустах, а ягоды в кусту и они не освещаются солнцем, то можно даже часть листьев на кусту во время сбора урожая, когда поспевает ягода, вырезать. Это не повредит растению, а только освободит ягоды и они будут лучше наливаться, потому что земляника зреет на солнышке. Поэтому можно кусты тоже таким образом обрезать. Наталья Викторовна, вы уже говорили о том, что землянику необходимо подкармливать. Как правильно это делать, с какой частотой, в какой период? Она не очень требовательна подкормкам, что это является еще одним плюсом. Если другие растения мы кормим регулярно, раз в 10-15 дней, чтобы был урожай земляники, перекормки вредны. В основном мы ее кормим два раза. Но это нужно запомнить. Первая подкормка у нас идет весной. Только земляника тронулась в рост, земля прогрелась, начинается активное формирование листьев, она готовится где-то к цветению уже начинает, мы кормим ее, даем ей такую хорошую зарядку. И лучше делать это азотными удобрениями, потому что идет активное нарастание вегетативной массы. Подкармливаем или селитрой, или мочевиной, или комплексным удобрением. А вторая подкормка, такая основательная, будет уже в начале сентября. То есть мы кормим удобрениями калийными и фосфорными. Можно купить удобрение осеннее, оно называется так, понятно, что именно для осеннего внесения. Там калий и фосфор, которые нужны землянике, для того, чтобы она хорошо перезимовала. Но как-то хочется где-то и летом ей что-то дать, какое-то питание. А летом я могу посоветовать, подкормите настоем золы. Вот когда она уже начинает формировать урожай, подкормите золой, в ней очень много минеральных веществ, и это будет хорошая подкормка. А вот такими минеральными удобрениями мы уже ее не кормим летом. И можно еще, знаете, чем подкормить? Взять крапиву, ведро крапивы, нарезать ее, ну, конечно, надеть перчатки, ну, даже не крапивы, но любой травы. Нарезали ведро травы, залили теплой водой, пусть она у вас побродит. И потом этим настоем можно опрыскивать. Это биологическое удобрение. И растениям хорошо, и почве хорошо, и никакого вреда мы растениям не наносим такими подкормками. Потому что землянику мы едим в свежем виде, нам никакой химии здесь не нужно. Так что кормим два раза за сезон, а когда наливаются плоды, ягоды, мы можем их опрыскивать золой. Было бы очень странно, если бы землянику не любили вредители. Очень любят. Мы ее любим. Почему? Как боремся с вредителями, с болезнями, как сохраняем наши ягоды. Вы знаете, если хороший нормальный уход, и грядка замульчирована, и все нормально, вовремя она полита, вовремя обрезали усы, что немаловажно. Кстати, об усах я не сказала. Обрезка усовья является очень важным агроприемом. Некоторые думают, ну, хорошо, разрастается моя земляника. Это не есть хорошо, потому что она все силы потратит именно на разрастание. Летом боремся с усами, удаляем их регулярно. Ну, а теперь о вредителях и болезнях. Любят ее еще как? И вредителей у нее достаточно много. Это и земляничный клещ, и долгоносик. А как землянику любят слизни, улитки? То есть бороться с ними нужно. Но чаще всего, если вредит земляничный клещ, вы это поймете, потому что листочки начнут закручиваться. Этот клещ высасывает сок, и листочки земляники не такие прямые, как обычно, а именно скручивание листьев говорит о том, что вредит клещ. Но можно взять обычную нашу горчицу. Стакан горчицы взять на ведро воды обычной. Сделали, распустили эту горчицу и обработали. Нам нужны сейчас такие обработки, как безвредные, биологически нормальные, чистые обработки. Вот горчицы обработали, она очень хорошо помогает от этого клеща. Есть еще малинно-земляничный долгоносик. Он очень любит ягоды. Если клещ любит листья, то этот вредит ягодам. Немольшой жучок, 2 см, но такой, вы знаете, очень вредный. Любит ягоды и вредит, даже еще вот только ягоды появляются, он уже тут как тут. Можно обычной пищевой содой. Взяли 100 грамм пищевой обычной соды на 10 литров воды и опрыснули. Этого он не любит, и ягоды можно таким образом защитить. А улитки, слизни можно бороться при помощи табачной пыли. Или просто золой посыпаете междурядье, между кустиками. Если сухая погода, можно известь посыпать немножко на междурядье. Или сухим суперфосфатом. Они этого не любят, они раздражают их слизистую оболочку. И тогда вот со слизнями таким образом можно бороться. Конечно, и болезни есть. Но я уже сказала, что если эмульчирована грядка, то с болезнями легче бороться. Потому что ягоды не контактируют с почвой, она, как правило, сухая. Чаще всего болеет земляника, которая лежит на земле. Дождь прошел, спор и инфекций в земле много. Поэтому тут же заболевание, особенно если лежит одним бочком на земле. Понятно, что этот бочок тут же начинает подгнивать. Есть и пятнистости на листьях, есть и гнили ягод. С ними боремся с бордовской жидкостью. Такое практически безвредное средство. Но нужно не одну обработку делать, а постараться сделать хотя бы две обработки. Вот весной, как только начинается активный рост костиков, вы сделали одну профилактическую обработку. И когда уже начинают формировать ягоды, вторую сделайте. Тогда практически ваша земляника уйдет от болезни. Спасибо, Наталья Викторовна. Сегодня много внимания уделили эмульчированию почвы. Вот об этом поговорим в нашей следующей передаче. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А я желаю вам хороших урожаев в землянике на вашей даче. Редактор субтитров А.Семкин